Продолжение следует... 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 Практично, практически нужно, которые заинтересованы в этом. Итак, мы говорили о заповеди Хануки, о обычаях каких-то, которые в эти дни происходят, о зажигании свечей, лучший из лучшего, мядрин на мядрин. Почему мядрин на мядрин? Хотелось бы тоже об этом отдельно поговорить. Может быть, оставим несколько минут в конце урока, затронем эту тему еще раз. Итак, мы должны для того, чтобы возможность была благословить, для того, чтобы исполнить эту заповедь как положено, к моменту зажигания свечей должно быть там масло или размер свечи настолько велик, чтобы это горело полчаса, чтобы свечи горели как минимум полчаса после выхода звезд. Теперь, я говорю масло. На самом деле это масло не обязательно, чтобы это было масло. Во-первых, если это масло, то оно может быть каким угодно. И фитили могут быть сделаны из чего угодно, главное, чтобы горело немножко хотя бы. Могут быть это парафиновые, стериновые свечи. Насчет электрических фонарей, фонариков, например, лампочек и так далее, гирлянд. То есть установить так, скажем, фонарики, чтобы они горели в качестве один день зажигать, один, второй, два и так далее. Это большой спор раввинов есть. В принципе, желательно этого не делать ни в коем случае. Только когда уже деваться некуда, нет никаких других вариантов, то можно чем ничего лучше зажечь электричество, но без благословения, потому что это большой спор. Скорее всего, в этом человек не выполняет ту заповедь, которая имелась в виду. Хотя в качестве памяти и распространения чуда, пропаганды чуда, как скажем так, это немножечко помогает. Например, если человек находится, не дай бог, в больнице или летит в самолете, находится в таком месте, скажем, его сейчас он находится в том месте, где солдат, например, солдат находится в месте, где есть огнеопасные какие-то установки, горючие и так далее. Человек работает на автозаправке, например, где зажигать огонь запрещено, это опасно. И нет другого человека, который за него дома зажжет или невозможно зажечь в каком-то другом месте. Он обязан по закону зажигать в том месте, в котором он находится. И нет такой возможности во всех ситуациях, которые могут быть. Может быть, его коснемся тоже сейчас. В любой такой ситуации, когда уже никак невозможно зажечь, и никто за него не зажигает, и других вариантов нет, то, естественно, чем ничего, лучше пускай зажжет фонарик электрический, но без благословения. Теперь, какие все-таки, да, на самом деле любые масла годятся, и парафин, стеарин, воск, все это хорошо, можно, нет никакой проблемы. Но что же все-таки лучше? Лучше говорят наши законодатели, мудрецы Тары, говорят, что лучше пользоваться оливковым маслом, потому что это, во-первых, две причины. Во-первых, оно считается, что оно самое, с точки зрения горения, с точки зрения красоты пламени, чистоты огня и так далее, оно лучше всего, с точки зрения этого. И второе, во-вторых, то, что это чудо происходило, именно связано было с маслом, тогда зажигали маслом, и нашли тот именно сосуд с маслом, нашли, который был запечатан печатью первого освящения, который был чистым. И поэтому лучше пользоваться оливковым маслом. Есть такие, которые говорят, что это оливковое масло, бывает тоже нескольких видов, которые не годятся в еду, которая недостаточно очистена, там много, много есть всяких кислот, которые вредны для здоровья, не запрещено это в пищу употреблять, можно им тоже зажечь. Но еще лучше, как бы это, опять же, лучшее из лучшего, которое тоже может быть. Есть такие, которые говорят, не обязательно, как бы это делать, но если кто-то очень-очень хочет, есть такой положительный момент, сделать, зажигать таким маслом, которое годится в еду. Чтобы это было максимально подобно храму, там было масло вообще, да, в храме, то, что зажигали минору, тот светильник, который был в храме, зажигали, там пользовались маслом, которое первая капля, которая самая чистая, первая капля выходила из оливка. Потом из остального оливка делали масло для других целей, и брали новый оливок. И так вот по капельке собирал это масло, это было масло какое-то очень-очень чистое, особенное такое. Не говорится об этом, да, но как бы максимально приближаться к этому, это имеется в виду, чтобы оно было очищено достаточно для того, чтобы можно было его использовать в еду без опасности для здоровья, и чтобы оно было не горькое с точки зрения вкуса. Но это необязательно. Фитили, да, фитили, если человек уже пользуется маслом, то каким фитилем пользуется, каким угодно. И опять же, лучше всего, конечно, это либо лен, сделанный из лена, считается, что они хорошие фитили, либо из ваты, из хлопка, который специально закручен в качестве фитили. Они сочетаются с самыми лучшими проводниками масла и горят красивее всего. Стаканчики, как и угодно, желательно, чтобы это было красиво. Есть такой положительный момент, чтобы хануге была красивая. Там выполняется и дур-митцва. Теперь, где зажигать? И от этого тоже немножко будет зависеть, насколько дорогая должна быть ханукья, то есть вот этот подсвечник, которым мы им пользуемся. Потому что если мы скажем, что он зажигает, надо на улице, и там есть возможность такая, что он может исчезнуть, этот подсвечник наш, наша ханукья, то, естественно, лучше взять что-то очень простое, такое, которое не привлечет взгляды и желания каких-то не совсем честных людей. Если человек зажигает дома, то, естественно, чем это будет красивее, этот подсвечник впечатляющий, впечатлительнее, это будет все как бы засчитываться в... Это то, что мы сказали, лучшее из лучшего, что это будет заповедь выполнена в самом лучшем виде. Теперь, что значит, где зажигать? Ведь написано, что надо зажигать у входа в дом. Это так, да, но что? Дело в том, что когда люди раньше зажигали, либо при выходе в дом, то есть с внешней стороны, не было такой возможности зажечь перед выходом в дом, чтобы люди видели, так можно было зажечь, там, например, двор был с обнесенной оградой, и невозможно было с улицы видеть, что происходит у входа в дом. Поэтому выходили на улицу у калитки перед оградой, зажигали там, где люди ходили, они видели, что та, знаете, эти ворота, та калитка, которая принадлежит этому дому, там зажгли хнукальные свечи, и так происходило обнародование, тогда презентация этого чуда, которое было. Теперь в наше время такого практически не бывает, чтобы был такой двор, как в те времена, когда там стирали, все гладили, все делали во дворе, это была часть дома, только без крыши. Сегодня, по мнению некоторых раввинов, этот двор не является частью дома в таком плане, и поэтому, если человек зажжет, если какая-то вещь, которая его отделяет от общественного места, такого, где люди ходят, и его дома, то если он зажжет у входа в дом, то его подсвечник никто не увидит, его хренакея будет не замечена. Поэтому в некоторых ситуациях необходимо зажигать в окне, тогда это будет видно более четко, более ясно. Или многоквартирный дом, например. Если все будут зажигать внизу, непонятно, кому он принадлежит, там много жителей есть. И тем не менее, есть в этом спор. Есть такие, которые считают, что и в наше время надо зажигать свечи исключительно на улице, в тех местах, естественно, где мы говорим, нет опасности, нет опасности для жизни, нет опасности, что будет какая-то порча и так далее. Скажем так, в Израиле, да. Есть, если у человека классическая такая ситуация, у человека есть дом, и его дом, как бы его парадная, выходит на общественную улицу, там, где ходят люди, естественно, что по всем мнениям он поставит там ханукию. В том случае, когда его вход из его дома закрыт чем-то, либо он живет в многосемейном доме, то он должен спросить у своего родина, как поступать, по какому мнению. Многие зажигают в такой ситуации на окне, причем выбирают такое место, чтобы это было максимально видно прохожим с улицы, чтобы максимальное количество с той стороны дома или с того угла видения, чтобы это было максимально видно. Есть и такой возможности, тоже не представляется, то есть и окна не выходят на улицу, и выход не входит на улицу, то возможно в такой ситуации раввин скажет, что надо зажигать просто дома для того, чтобы жители, как бы домочадцы видели эти свечи, этого достаточно. Иногда могут быть ситуации, что человек может зажечь на выходе в дом, который идет на лестничную площадку, потому что когда соседи проходят сверху внизу, снизу вверх, они могут увидеть это. Могут быть разные варианты в разных ситуациях, поэтому я сказал, как бы общий такой момент, что может быть такое, что зажигают на улице, иногда на окне, иногда просто в доме, это три варианта могут быть, а точно в конкретной ситуации, когда человек сомневается, как быть, лучше выяснить это дополнительно, потому что там могут быть какие-то изменения. В тех местах, естественно, где евреев недолюбливают, это может перевести к каким-то трениям, к каким-то конфликтам и так далее. Естественно, что мы смотрим Шулхан-Рох, смотрим в то время, когда были такие времена, там сказано, что зажигают в доме, и нет никакого, нет проблем ни на окне, ни на улице, а в доме так, чтобы это было никому не видно, только домочадцам этим выполняется заповедь. В том случае, когда человек зажигает это на входе в дом, это должно быть на расстоянии, скажем так, теми мерами пользы, которые были в те времена, когда устанавливался закон еврейский, кулак на расстоянии кулака от левого косяка дома. Почему левого? С правой стороны мизуза при входе в дом, а с левой стороны будет у нас ханукия, получается, что человек, который облачен в талит, с правой стороны у него мизуза, с левой ханукия, он полностью весь в заповеди находится. Есть такое выражение, «хут амишулаш лоби мирай на тек». Трехнитевый, скажем так, шнур, сплетенный из трех нитей шнур, он нескоро разорвется. То есть понятно, что это дает силу, это дает мощь, это дает надежду. В случае, когда по какой-то причине нет мизузы на косяке, но там необходимо устанавливать мизузу, все равно ханукия ставят с левой стороны. В случае, если по законам мизузы не должно быть, то ставят с правой стороны входа в дом ханукию. Теперь ставят лучше всего, когда ханукия устанавливается у входа, то желательно, чтобы это было именно в... Если, например, скажем так, у нас есть вход в дом, чтобы это было именно в проходе стела, если это никому не мешает и не может повредить, чтобы это стало именно в проходе, там, где люди проходят. Не сбоку, как бы, да, а прямо с косяка и в место, где люди проходят. Поставить ее с ханукию, то есть поставить ее перпендикулярно в ходу, то есть если у нас, скажем, вход он так, поставить ханукию по ходу движения. И если такой возможности нет, то поставить ее, значит, сбоку, там, где она, там, где люди не проходят, но тоже как можно ближе к входу, чтобы для чего это делается, чтобы это видно было, что это не случайно там стоит, кто-то поставил, а это хозяин дома, и это ханукия принадлежит хозяину этого дома. Ставят ханукию желательно, опять же мы говорим, когда это говорится о оригинальном варианте, когда это у входа в дом, ставить ее желательно не ниже трех, кулаков, и не выше десяти. Теперь что такое кулак? Кулак это из два основных мнения, либо это восемь сантиметров, либо это чуть больше девяти, и поэтому если это говорится о трех кулаках, то это, соответственно, будет выше 24 сантиметров, поставить, но не ниже, скажем так, 80, предположим, чтобы это было примерно в этих рамках. Теперь если есть возможность поставить выше или ниже трех, или выше десяти, или ниже трех, то лучше поставить выше десяти кулаков, то есть выше 80 сантиметров, и до какой высоты? До высоты 20 локтей, что это примерно, скажем так, 11 метров, предположим, от 9, в зависимости от мнений, от 9 до 11 метров, поставить выше этого, считается, что это не выполнено заповедь, оно должно быть всегда меньше. Что делать с окном, если это высота окна, она на такой высоте, что там выше 20 локтей? То, во-первых, можно сказать, что это самые стаки, которые говорят, что если напротив есть дом, то люди с окон, которые напротив окон, они могут это видеть, и поэтому это годится. Не все так считают, но есть такие мнения, которые считают, что это так, поэтому если нет другой возможности, то можно на эти мнения положиться. Кроме того, поскольку это домочадцы видят эти свечи, есть и для них это самое, как бы, это чудо, как бы, оно персуменес, это обнародование чуда для домочадцев происходит, поэтому можно все равно там зажечь, если другой возможности нет. И если есть возможность у входа в дом, конечно, это было бы лучше. Как происходит зажигание свечей? Мы говорим благословения, первый день, три благословения говорится, уже было упомянуто, и начинают зажигать, есть три основных мнения, опять же, как надо зажигать. В основном, как бы, насколько известно, это большинство зажигает, старается зажигать слева направо, то есть ставят сначала крайнюю правую свечку, зажигают, потом прибавляют слева еще одну, зажигают сначала новую, потом в том месте, которое стояло вчера, и так каждый день делают движение с левого направо. Есть в этом еще другие обычаи, как я сказал, основных тремлений, в этом плане тоже, если есть кто-то, у кого есть травин, с которым можно поинтересоваться, по какому мнению он идет, спросить его, и поступать, как он порекомендует. Итак, мы прошли с вами, что какими маслами надо пользоваться, которыми, какими желательно пользоваться, какими очень хорошо было бы воспользоваться, в каком месте возможно зажигание ханукальных свечей. Это место, оно очень важно, и поэтому желательно, чтобы человек, когда у него есть какие-то сомнения, как я уже сказал, это выяснил досконально, один раз можно выяснить, или потом продолжать все годы там зажигать. То, что я сказал, как бы в основном, в основном вообще предкартина, чтобы возникла какая-то. человек, который не имеет возможности в данный момент зажечь свечи, он полагается на то, что его жена зажжет за него, или он может назначить кого-нибудь, чтобы за него зажгли. Теперь, в том случае, если нет такого возможности, чтобы на него вообще никто не зажигает, например, и он сам зажечь не может, и не сможет уже сегодня зажечь, то при виде ханукальных свечей он скажет две благословения в первый день. Он говорит первое благословение, которое дал нам дожить до этих дней, и третье благословение, которое сделал чудеса нашим отцам в те дни в наше время. А зажигание свечей, естественно, не скажет, поскольку он ханукальные свечи не зажигает. В остальные дни он будет говорить только третье благословение, которое сделал чудеса нашим отцам. В случае, если ему подставится возможность все-таки, да, зажечь неожиданно так, то он зажжет свечи и скажет второе благословение, зажечь ханукальную свечу, а первое и последнее он уже не скажет, поскольку он уже сказал. Человек, который задерживается, он может зажечь, но очень поздно, то, в принципе, он ждет этого момента, когда он придет домой или в то место, где он зажигает свечи, он зажжет эти свечи, хотя это поздно, но, тем не менее, желательно, чтобы он самостоятельно это зажег. Теперь здесь, с точки зрения благословения, будет зависеть от того, есть ли кто-то сейчас присутствующий, присутствует здесь кто-то во время зажигания свечей. Если есть как минимум два человека из его домочадцев, которые могут здесь присутствовать, слышать, как он благословляет, как он зажигает свечи, могут видеть, он тогда говорит благословение. Если он в одиночестве, то благословение принято не говорит в такой ситуации, потому что все-таки он уже никто этого не увидит. Основной момент – это распространение чудов, показы того, что произошло когда-то другим людям. Опять же, здесь могут быть тоже разные ситуации, которые требуют особого углубления, я говорю, как бы общие какие-то основные моменты. такие, да, какие могут быть ситуации, если человек находится в разных… Например, человек летит в самолете, обязан он зажигать или нет. Как происходит в том случае, когда его жена зажигает за него, предположим, он находится в таком часовом поясе, который не совпадает с тем временем, когда он обязан зажигать. И тогда есть множество всяких частностей, которые можно говорить как бы бесконечно, поэтому я ставлю это как бы на… более частный закон, ставлю на самостоятельное как бы выяснение. И поговорим только вкратце о самых общих моментах сегодня. Если человек слепой, например, да, есть такой закон, что жена его должна за него зажить, поскольку он не видит этого огня, а если не такая возможность, чтобы за него жена или кто-то другой зажег, то он зажигает сам, но принято благословение не говорит, например. Ребенок, которому не исполнилось 13 лет, он не может зажечь свечи за взрослого человека или за мужчину, за женщину, разницы нет. За взрослого человека он не может выполнить заповеди, поскольку он не обязан по букве закона, он обязан в качестве приучения, при воспитании заповедям, но поскольку он ничего не выполняет эту заповедь как таковую, поэтому за других он это сделать не может. Человек, который находится в гостях, он должен поучаствовать в зажигании, либо сам зажечь отдельную ханукальную свою установку, саму ханукию, либо поучаствовать материально в зажигании хозяина дома. То есть, как это происходит, он дает какую-то монету, пускай даже самую небольшую монету, хозяину дома, и хозяин дома получает эту монету, нужно иметь в виду, что он продает, как бы, да, так говоря, немножко грубо, он продает своему гостю часть масла, часть фитилей, и желательно, чтобы он, это не обязательно, но желательно, чтобы он немножечко, чуть-чуть прибавил масла, то есть, если он обычно наливает какое-то количество масла, прибавил немножечко больше в качестве, как бы, вот этого, продажи своему гостю, это масло считается, что на гости. И таким образом получается, что при зажигании ханукии хозяином дома и его гости выполняют эту заповедь. Теперь во время зажигания желательно, чтобы гости, которым зачитывается это зажигание как заповедь, они должны присутствовать во время зажигания желательно и слушать благословения и ответить на них «Аминь». Это очень положительный момент. Есть важное правило в зажигании свечей ханукальных, «Арлака осумитства», то есть, в момент зажигания в этот момент происходит заповедь, как бы, исполнение заповеди. И поэтому в тот момент, когда человек собирается зажечь, он должен заранее подумать, нужно это ли место, потому что зажечь в каком-то месте, а потом перенести туда, куда нужно, это не выполнение заповедей, придется потом их затушить, эти свечи, и опять с благословением в новом месте правильно уже зажечь, а то, что было до этого, это было неверное исполнение заповедей, благословение было впустую, сказанное имя Бога, это плохо. Поэтому надо заранее подумать, где свечи должны стоять, и зажечь их уже в нужном месте, и больше их оттуда не перемещать. Что касается субботы, если у нас всегда в хануку попадает как минимум одна суббота, что делать субботу? Опять же, в субботу надо посмотреть, чтобы это находилось в таком месте, чтобы эти свечи, когда они уже догорят даже, не нужно было передвигать, поскольку это называется мукци, то есть те вещи, которые в субботу не подлежат переносу. Надо поставить у станы в такое место, где не надо было их сдвигать, и зажечь их уже в определенном месте. В субботу, то есть это еще дополнительный момент, здесь есть такой. До того, как происходит зажигание свечей, как при исполнении многих других заповедей, за полчаса до этого запрещено начинать какие-то проекты такие, какие-то занятия серьезные, которые требуют какого-то времени, отвлечения и так далее. Что это может быть? Это может быть какая-то работа, которую человек может отвлечься и забыться, и продолжить ее делать, и не зажечь свечи. Это серьезные такие трапезы с хлебом, которые человек, начиная трапезу, потом может как бы, опять же, забыться в этой трапезе и забыть сделать заповедь. И даже Тору не изучают так серьезно, когда пришло время уже зажигания свечей. Поэтому человек должен заранее готовиться к этому. Обычно принято, что либо до этого приготовляют саму хануки, если она же приготовлена, то как бы морально к этому готовится, чтобы человек вовремя зажег ханукальные свечи. Как уже было сказано, есть такие, которые зажигают во время захода солнца, из которых во время выхода звезд. Ханукальные свечи должны стоять в ряд, не в круг, не одна выше, другая ниже, одна ближе, другая дальше. Человек надо поставить на одном уровне, в один ряд, чтобы было видно, что это один общий комплект свечей, и не особенно близко одна к другой. Если это говорится о стерильных, парафиновых, восковых свечах, то там есть проблема, что одна другую будет нагревать, они могут слипнуться, слипнуться, извиняюсь, слипшиеся свечи, они не годятся для исполнения заповедей. Поэтому, говорю уже к слову, например, всякие плетеные свечи, которые состоят из нескольких, или склеенные свечи, они даже изначально зажигают в качестве ханукальной свечи, они не годятся. Должна быть одинарная свеча, свечи должны стоять на таком растении, чтобы они с друг другом не сливались. По букве закона, это в принципе ширина пальцев, опять же, я говорю, по мерам, которые были в те времена, это примерно полтора сантиметра. Свеча от свечи, даже в том случае, когда нет опасности, что одна другую нагреет и испортит, и они могут упасть, слипнуться и так далее, все равно должно быть отделение между свечей как минимум в полтора сантиметра. Есть у нас еще о чем поговорить, я оставлю это на следующее занятие, если вы не против. А пока что мы с вами говорим немножко о том, что, застретите этот момент, почему в хануку, особенно, мы это не встречаем, особо так явно не где-то сесть, всегда у заповедей разных есть способы выполнения лучше, еще лучше и так далее. Но в хануке это особенно, и причем все это приняли, все это делают как бы в качестве, как бы буквы закона, все делают заповедь, которая называется не просто в лучшем виде, а в самом лучшем виде. Как и почему это происходит? Есть этому разное объяснение. Во-первых, то, что человек, который входит на войну с небольшой горской воинов, которые вообще не воины никакие, а какие-то просто, скажем так, талмуды и хахами, которые изучают талмуд, сидят на самом деле изморенные, истощенные, такие-то в наших представлениях, они собираются с вилами, с гряблями, идут против мощной армии, которая запряжена борными конями в лучшем, в худшем случае, а в лучшем случае это слоны были, слоны, верблюды и так далее. Это какая-то мощь невероятная такая с последними видами вооружения, те, которые были в то время, естественно. И они выходят на такую войну без страха, зная, что это их ждет верная гибель. Во-первых, такая вещь, она уже сама по себе особенная тогда. Поскольку она особенная, то и заповеди тут надо делать особенными. А есть еще один момент интересный, много, опять же, советую этим заняться, посмотреть, очень интересный, всякие палитры ответов есть на эти вопросы. Есть попытка это ответить, например, таким образом. Нашли, как я читал в источниках в Талмуде, на первом занятии мы читали, что нашли, когда зашли в храм, нашли, все было масло разлито, сквернено, нашли один сосуд с маслом, с чистым, который был запечатан печатью первого священника. Спрашивается вопрос простой, что первого священника никак не был связан с маслами, которые в храме находились. Почему надо было его печатью запечатывать масло? Первый вопрос. Второй вопрос. Почему Талмуд, если это уже так было, зачем надо было, это было подчеркивать специально, этот момент. И есть такое мнение, что на самом деле это было масло, которое Коэн, первосвященник, Коэн Годоль, он его, это было его личное масло для его хлебных переношений. Теперь, его хлебные переношения, в принципе, им не нужно такой степени чистоты масла, как я говорил, первая капля, которая выходила из оливка, которой пользовались для зажигания свечей, для светильника храмового. Для хлебных переношений, в которые входило три лога, три лога, это, грубо говоря, скажем, если это лог, это 600 грамм, это литр 800 примерно. Масло, такое количество, входило в хлебные переношения каждодневные. И туда можно было использовать любое количество, любое качество масла оливкового, любого вида. Если там было несколько видов масла, туда любого годилось. И тем не менее, первосвященник хотел это делать в самом лучшем виде. Это приношение Богу, он хотел это делать тем маслом, который вот эта вот первая капелька, которая даже для светильника хорошо. И получается, что он хотел это сделать как можно в лучшем виде, эту заповедь свою, выполнить именно ход. И это то, что упоминает здесь геморраг, то, что говорит нам Толун. Нашли масло, которое, несмотря на то, что это было масло, запечатано печатью первосвященника, которое могло бы быть любого вида маслом, но тем не менее, оно было тем маслом, которое годилось для зажигания в светильнике, в храмово. Что интересно, кстати, что масло, которое нужно для для меня, для хлебных приношений, там надо было 3 литра, 3 лога, извиняюсь, то есть, 3 литра 800 примерно. А то масло, которое нужно было для того, чтобы весь светильник зажечь, там надо было 3,5 лога. То есть, это получается 2 литра 100 примерно. Примерно, то есть, немножко больше. Если этот ответ, как бы, мы примем, то у нас получится ответ на другой вопрос, известный вопрос, который спрашивают все, как такое может быть, что мы празднуем чудо 8 дней, если на первый день масла нам хватило, там мы с вами прочитали, и там было масло, чтобы зажечь только один день, было чудо, оно горело 8 дней. То есть, на первый день хватило масла без всякого чуда. Почему мы должны были устанавливать праздник все 8 дней? Если мы примем на себе этот вот этот ответ, эту версию ответа, что там масло было для хлебных приношений, то есть, 3 лога, чуть меньше, чем нужно было для светильника, то у нас этот вопрос мы тоже можем ответить. Почему же первый день мы отмечаем тоже в качестве чуда? Да потому что там не хватало пол лога, хотя это немного, но все равно не хватало. И оно, тем не менее, горело так, как будто там было не 3 лога, не литр 800, а как будто там было 2 литра 100. И это небольшой такой ответ уже на вопрос, хотя ответов там огромное количество, которые собирают такие ответы. уже, по-моему, они насчитывают чуть ли не десятки, это точно, может, даже уже до сотни вариантов ответов дошли, все они очень интересны. Советую как-нибудь этим заняться. А пока что позвольте попрощаться с вами, пожелать вам хороших праздников, тепла, радости, дружбы, веселья. Всего самого-самого хорошего. До свидания. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова